И как вас понимать? Для начала, в целом, как вы смотрите на эту ситуацию с паузой? Какие обоснования вам кажутся весомыми в пользу этой оперативной паузы на фронтах? Пауза, прежде всего, может быть связана с климатическими факторами, а именно с тем, что почва раскисла совершенно в тех районах, где идут бои, а, соответственно, использовать бронетехнику, танковые соединения или бронегруппы широким таким фронтом, то есть за пределами дорог с твердым покрытием, становится крайне трудно, если вообще возможно. Хотя возможно, конечно, потому что опыт Второй мировой войны, были операции, как раз крупные операции зимой 1942-1943 года, после битвы за Сталинград, тогда тоже была такая зимняя распутица, но, тем не менее, операции были довольно массированными, крупными операциями и той, и другой стороны. Но, тем не менее, понятно, что климат есть климат, никуда от него не деться, и, соответственно, вот широкое использование бронетехники становится сомнительным. Но это в тех случаях, когда речь идет о, скажем так, не городской местности, а в условиях городской застройки, где улицы, переулки, значит, всякого рода проезды, ну, естественно, асфальтированное или там твердое покрытие, ну, там все может продолжаться так, как оно продолжалось, как оно происходило до того. То есть, вот если посмотреть на ситуацию с этой точки зрения, то понятно, что можно ожидать продолжения российских усилий по прорыву обороны Украины, но как эти усилия были, значит, имели место на протяжении нескольких месяцев, безуспешные фактически, хотя там какие-то проходы вперед на километры другое имели место, но каких-то серьезных успехов российская армия не достигла. Это первое. Поэтому пауза, она может быть, а может и в каких-то местах она связана с климатом, в каких-то нет. Теперь, значит, дороги и почва подмерзает уже где-то в январе месяце, так, по крайней мере, обычно это бывает, насколько я понимаю, и тогда движение танковых и бронегрупп может происходить и вне дорожной сети, ну, и тогда, соответственно, крупные операции могут продолжаться, могут возобновиться, точнее. Это климат. Теперь, что касается того, кому выгодна пауза или кому невыгодна. Но, с моей точки зрения, однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от конкретной ситуации на конкретном участке фронта. В целом, как мы видим сейчас, российское командование концентрирует войска, выведенные или, ну, практически выведенные из-под Херсона, с правого берега на двух направлениях. На Донецком фронте, прежде всего, под Бахмутом, для продолжения вот тех самых попыток взять этот город и прорваться вглубь, выйти на оперативный простор уже вглубь Донецкой области, той части, которая не оккупирована русскими. И под Сватово, вот это на промежуток Сватово-Кременная, где предполагается, как можно догадываться, укрепление обороны. Там трудно предположить, что российская армия может пойти в наступление. Политическая картина тоже понятна. Путин требует от генералов, стучит кулаками, топает ногами, требует оккупировать всю Донецкую область. Эта задача была поставлена давно, она не выполнена, но он требует, чтобы она была выполнена, и генералы будут, естественно, пытаться ее решить. А вот решат или нет, это уже другой вопрос. Да бог не вернулся, а это их семьи. Но они точно не должны остаться у разбитого короля, то хоть ты убей. Так быть в принципе не может никак. Сыновья находятся в зоне боевых действий. Конечно, отношение к этому событию такое не то чтобы праздничное, а скорее всего связано с чувством тревоги и заботы, в мыслях о том, что с вашими мальчиками. По результатам этой встречи у меня сложилось впечатление, что кое-кто поменялся, поменялся местами. Два Владимира. Владимир Зеленский стал лидером сучастности, лидером воюющей страны. А Владимир Путин подался в актеры. Да, прям там и слезу пустил. На этом мероприятии самой яркой звездой была вот эта вот прекрасная дама, которая заговорила о том, к чему приводит попытка рубить укроп. Но мой сын Пшеничкин Константин в одном из утренних боев, защищая город, погиб. Так сложилась ситуация, что враг подошел близко к их позициям. Он выскочил из окопа, вызвал огонь на себя. И последние его слова были. Пойдем, братва, рубить укропов. И тут что-то пошло не так. Укропы обнулили вот этого товарища. То есть о чем это говорит? Что укроп лучше не трогать. И 85 с хвостиком тысяч российских мужчин, в принципе, уже знают об этом, потому что они погибли. Они погибли на этой войне. Но ситуация серьезней. Вот Владимир Владимирович послушал эту женщину и почему-то подумал, решил ее успокоить. Он говорит, а чего вы переживаете-то? Ну подумаешь, погиб. В России 30 тысяч людей погибает в автокатастрофах ежегодно. То есть, если мерить такими цифрами, 30 тысяч в год только в автокатастрофах, то, конечно, вот эти почти 90, ну это всего лишь потери государства за три года повседневной жизни. Ну, в этом, знаете, в этом сравнении, ну, по-моему, некая дичь. Дичь, потому что он там говорит, что какие классные ребята, молодцы, вы все герои, вы отправились добровольно на войну. Ну, ребята, это же херня, вы бачте. Если бы они отправились добровольно, то зачем Путин проводит мобилизацию? И там некоторые российские ресурсы написали о том, что Путин заявил, что частичная мобилизация закончена. Что? Он этого не говорил. Это говорит о том, что война будет продолжаться. Нас ждут большие испытания. А вот этой вот даме, хочется сказать, Путин прав, что все это идет из семьи. Если вы воспитываете, если вы нацисты, воспитываете нацистов, то это вот приводит к такому вот случаю, к смерти. Мы же все под Господом, под Аллахом, под Христом, там, я не знаю, все, кто верит в высшие силы, да, это не важно, какой религии он придерживается. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем вдячны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. Реквизиты в описании к видео. Реквизиты в описании к видео. Реквизиты в описании к видео.